Всем привет, доктор с вами. Несмотря на некоторое отставание от графика, продолжаем учебный цикл от ZDF. И сегодняшнее его занятие будет посвящено финализации графики в нашем VR-проекте. Подозреваю, что подробный разбор данного направления многие из вас ждали с большим нетерпением. В конце концов, большинство тех ухищрений, что мы разбирали на предыдущих занятиях, как раз и были призваны обеспечить приятный внешний вид. Разумеется, подкрепленный при этом ничуть не менее приятной производительностью. И вот сегодня я постараюсь поставить точку в данном вопросе и наглядно продемонстрировать вам, на какие конкретно настройки графики стоит обратить особое внимание. Разумеется, в голове мы держим, что все необходимые подготовительные процедуры к этому моменту у нас уже проведены. То есть наработан графический контент, грамотно собрана игровая локация, расставлены источники света, ну и прочие весьма важные с геймплейной точки зрения объекты. Короче говоря, ничто не мешает заняться финализацией картинки. Итак, сам по себе процесс финализации графики состоит из трех основных этапов. Первый – это настройка освещения в сцене. В нашем случае, так как мы используем Lightmass, то сюда входит и процесс билдинга, то есть запекания освещения. Второй важный этап – это настройка постэффектов, или, как еще говорят, постпроцессинг. Ну и, наконец, третий этап – это туман, отражение и всякая прочая мелочевка. В данном конкретном случае последовательность выполнения этапов, безусловно, имеет значение. Однако я в своей практике частенько начинаю с последнего этапа. Это обусловлено тем, что настройка тумана и расстановка Reflection Probe не требуют больших затрат времени и может осуществляться параллельно со сборкой основного игрового уровня. Собственно, обычно я так и делаю. То есть расставляю объекты на сцене, добавляю источники света и сразу же настраиваю отражение. Таким образом, даже без запекания освещения и прочих длительных процедур, я получаю вполне адекватную картинку, с которой в дальнейшем будет намного приятнее работать. Ну а туман, пусть и в самом базовом виде, позволяет добиться эффекта воздушной перспективы, что весьма важно для корректного восприятия расстояния между объектами. Впрочем, это лишь моя личная практика, и я на ней не настаиваю. Просто мне так удобнее работать. Вообще, расстановка Reflection Probe на сцене – это очень важный и ответственный процесс. Как вы, наверное, помните из моих уроков по физическому шейдингу, правильное отражение необходимо для корректной работы материалов. В традиционных современных играх отражение получают тремя основными способами. Первый способ – это работа с экранными буферами, так называемая технология Screen Space Reflections. Второй способ – это получение отражений при помощи расставленных по уровню Reflection Probe. И, наконец, третий – это ставший уже традиционным рендеринг в текстуру. В случае с VR-проектами зачастую приходится отказываться от ряда тяжелых технологических решений и юзать только Reflection Probe. Таким образом, корректность размещения последних становится еще более важной. Впрочем, и здесь нас будет ждать ряд весьма неприятных ограничений. Дело в том, что чем больше таких проб будет на сцене, тем больше будет страдать производительность VR-приложения. Конечно, вклад таких отражений в общий бюджет кадра не особо велик, но если учесть, что этот бюджет всего 10 миллисекунд, то тут волей-неволей приходится учитывать даже такие незначительные влияния. Благо, в нашем случае речь идет о сцене под открытым небом, а значит, отражения на разных участках игрового уровня по сути будут мало чем отличаться друг от друга. Это дает нам прекрасную возможность использовать всего одну Reflection Probe на весь игровой уровень. К сожалению, в закрытых коридорных локациях такой финт ушами уже вряд ли прокатит, и там приходится действовать более честными методами. Правда, и в этом случае есть несколько уловок. Например, следует помнить, что для коридоров и помещений более предпочтительны Reflection Box, а для относительно открытых пространств Reflection Sphere. Боксы особенно хороши тем, что позволяют очень точно задать зону влияния конкретной Reflection Probe. При этом желательно ограничивать количество таких проб на единицу площади и оставлять их настройки разрешения по умолчанию. Лично я рекомендую использовать одну глобальную Reflection Sphere с нейтральным отражением для любых малозначительных областей. А на важных участках карты расставлять Reflection Probe с более актуальными для данной местности отражениями. Ну и не забывайте о том, что я на предыдущих занятиях рассказывал вам об особенностях работы Reflection Probe в форвард-режиме рендеринга. Что же касается тумана, то здесь я рекомендую использовать только стандартный Exponential High Fog. Никакого объемного тумана или каких-либо других аналогичных решений, особенно основанных на партиклах. Неуклюжий и непрофессиональный подход в данном вопросе может легко убить все старания по оптимизации производительности. А вот экспоненциальный туман вполне себе безопасен и дает прекрасный результат при правильной настройке его основных параметров. Благо этих параметров немного, и даже методом научного тыка, при наличии элементарного художественного вкуса, разумеется, можно получить адекватный эффект воздушной перспективы. Однако следует помнить, что одного только экспоненциального тумана вряд ли будет достаточно. В реальной сцене нам зачастую бывает необходимо получить некую неоднородность в прозрачности воздуха. И этого проще всего добиться грамотным размещением сферических гало, лайтшафтов и билбордов с анимированным туманом. Все эти решения в движке являются кастомными, и я их активно использовал в своей учебной сцене. К примеру, сферический гало, имитирующий освещение вокруг источников света, я позаимствовал из пакета эффектов Infinity Blade, а лайтшафты и билборды из стандартной эпиковской демки Particle Effects. Ну и все, что мне после этого было нужно, это просто настроить эффекты под себя, грамотно разместив их на сцене. Далее, после того, как получено корректное отражение и настроен эффект воздушной перспективы, можно приступать к финализации освещения. Особенности размещения источников света мы с вами подробно рассматривали на предыдущем занятии, поэтому сейчас я, пожалуй, ограничусь только самыми основными тезисами. Итак, в целях экономии вычислительных ресурсов и повышения производительности мы по минимуму задействуем динамические и стационарные источники света. Проще говоря, используем их только там, где это реально необходимо, и следим за тем, чтобы зоны их влияния не пересекались. Во всех прочих случаях смело ставим статик лайты и уже не паримся об их количестве. Разумеется, данная схема носит лишь рекомендательный характер, и на практике все очень зависит от конфигурации конкретного игрового уровня. Но в целом правило таково, что чем меньше стационарных и динамических источников света, и чем меньше их зоны влияния, тем лучше для производительности. А вот про два основных источника света, а именно про Directional Light и про Skylight, я хочу рассказать отдельно. Первым рассмотрим Directional Light. В нашем конкретном случае он выполняет роль света от полной луны. Так как игровая локация у нас относительно открытая, то луна практически равномерно освещает все пространство сцены. Таким образом, данным источником света мы создаем основное настроение. В нашем случае это ночь и полнолуние. И тут для создания правильного эффекта нужно основательно поработать с цветом и интенсивностью источника света. Свет должен быть не слишком ярким и иметь явно выраженный синеватый оттенок. В дальнейшем этот холодный лунный свет будет приятно контрастировать с теплыми тонами от расставленных по уровню факелов. Такое сочетание теплых и холодных цветов часто используется художниками для создания нужной, скажем так, правильной атмосферы. Кроме того, нам необходимо, чтобы лунный свет давал заметные и насыщенные блики на всевозможных гладких поверхностях и также приятно просвечивал сквозь листву. Для создания этого эффекта нужно, чтобы Directional Light был непременно переведен в режим Stationary. В дальнейшем для такого источника света можно будет еще включить Area Shadows и дополнительно получить красивые мягкие тени на всеигровой локации. Второй, не менее важный источник света это Skylight. В данном случае для нас очень важно добиться того, чтобы на сцене не было абсолютно черных участков. Все области, даже если они полностью находятся в тени, должны вписываться в общую ровную цветовую схему, в которой нет места радикально черному цвету. Обычно Skylight в открытых сценах как раз помогает избавиться от эффекта слишком темных пережженных теней. Однако, когда речь идет о ночной, а значит изначально очень темной сцене, то задача настройки освещения становится на порядок сложней. Лично я в таких случаях рекомендую использовать стационарный Skylight. При этом обратите особое внимание на такие настройки, как интенсивность, основной цвет и цвет нижней полусферы. Грамотная работа с данными настройками поможет добиться приятных полутонов в затененных участках. Конечно, не менее значимой частью работы является настройка всех, без исключения источника света на карте. Важно правильно задать цвет, интенсивность, радиус затухания, выставить наиболее подходящий параметр температуры и многое другое. Кроме того, немало интересного таят в себе детальные настройки Light Mass в закладке World Settings. Но в рамках данного конкретного занятия я эти вопросы поднимать не буду. Замечу лишь, что параметр Environment Intensity в ночных сценах я рекомендую ставить побольше. Это, собственно, по той же причине, почему мы чуть ранее выкручивали интенсивность у Skylight. Вообще о технологии Light Mass и особенностях работы с ней у меня имеется отдельный полноценный урок. Так что если вышеизложенной информации вам все же показалось недостаточно, то просто пройдите по соответствующей ссылке в описании под видео. Еще один важный момент, на который следует обратить особое внимание, это корректная расстановка Light Mass Impotence Volume. В нашем случае их действительно может быть несколько, ибо конфигурация игровой зоны весьма и весьма неоднородна. Напомню, что данный Volume необходим для корректного освещения динамических объектов в сцене. Ну и наконец, после того, как все основные подготовительные мероприятия благополучно завершены, можно смело сжать кнопку Build и идти заниматься своими делами. Следующий важный этап, а именно работа с постэффектами, начинается только после того, как расчет освещения будет полностью завершен. Необходимо внимательно изучить уровень и удостовериться в том, что все выглядит именно так, как изначально было задумано. Также не повредит изучить на предмет ошибок выводимый после билдинга лог. И только после того, как все будет проверено и если нужно поправлено, можно приступать к следующему этапу, а именно к настройке постэффектов. Как вы, наверное, знаете, перечень постэффектов, имеющихся в движке Unreal Engine, реально впечатляет. Пожалуй, и там присутствует полный джентльменский набор для современных игр ААА уровня. Однако нам, скромным разработчикам VR-игр, прежде всего приходится думать об оптимизации проекта. В общем, как вы уже, наверное, догадались, первым делом нам нужно отключить постэффекты все лишнее и наиболее ресурсоемкое. Для этого идем в Project Settings и отключаем там все галочки в закладке Rendering Default Settings. Далее устанавливаем в сцене постпроцесс-волюм, если по какой-либо причине вы все еще этого не сделали. И сразу же ставим галочку напротив Infinite Extend Unbound. Это позволит нам использовать один постпроцесс-волюм на весь игровой уровень. Удобно и экономит вычислительные ресурсы. Далее уже в постпроцесс-волюме последовательно отключаем Lens Flare, Vignette Intensity и Screen Space Reflections. Правда, если вы предварительно включили форвард режим рендеринга, то скринспейсовые отражения и SAU у вас в любом случае работать не будут. Собственно, теперь, когда все лишнее у нас отключено, можно обозначить тот необходимый перечень постэффектов, с которым можно продолжать работу. Сразу скажу, что лично я не нашел способа, как отключить постпроцессинг полностью. Даже если выключить все и на экране появится черный квадрат Малевича, то все равно какая-то неведомая часть постпроцессинга будет отжирать свои миллисекунды в бюджете кадра. Так что не стоит пытаться урезать постэффект в ноль, тем более, что некоторые из них весьма полезны и при этом не особо затратны. Вот мой хорошо зарекомендовавший себя список таких элементов постпроцессинга. Кстати говоря, если помните, два последних пункта в этом списке мы отключали в настройках рендеринга Project Settings, поэтому здесь я их отметил как опциональные. Ну, то есть, в принципе, без них вполне можно обойтись, но при наличии свободного места в бюджете рекомендую все-таки оставить. По мне, так тот же плум и хотя бы какое-то сглаживание это заметный плюс к качеству картинки. Ну, а вообще, наиболее важным в данном списке является Color Grading. Он позволяет существенно улучшить финальное изображение, а иногда даже изменить его до неузнаваемости. Правда, работа с этим эффектом требует создания кастомной лут-текстуры, что, в общем-то, отдельная песня. Но, опять же, сейчас я об этом рассказывать не буду и, как всегда, отправлю вас в описание под видео, где, помимо прочего, есть ссылка на мой отдельный урок, посвященный постпроцессингу в Unreal. Пусть вас не смущает, что он уже старенький. За то время, что прошло с момента его выхода, в движке мало что кардинально изменилось. По крайней мере, касательно постпроцессинга. Разве что в эпиковском маркетплейсе стало продаваться куда больше готовых лут-текстур. Так что, для особо ленивых – welcome. Что же касается настройки GI, то тут все намного проще. Изменяем интенсивность и, если нужно, цвет теней. Главное – не перестараться и не нарушить естественный внешний вид непрямого освещения. Вот, наверное, и все основные тонкости финализации графики в нашем учебном VR-проекте. Понятно, что в каждом конкретном случае порядок действий и перечень используемых приемов может отличаться от представленного в данном занятии. Но в целом, принцип примерно всегда один и тот же. Сразу хочу предупредить, что не стоит пугаться, если после всех, казалось бы, правильно выполненных действий, финальная картинка все равно отличается от ожидаемой. Помните, что настройка графики – это дело очень тонкое и многоитеративное. Подчас приходится возвращаться к уже настроенным параметрам на новой с учетом тех или иных ранее внесенных изменений. Сами понимаете, многие параметры завязаны между собой, и изменение одного непременно влечет за собой правки в другом. Ну а понимание, что там к чему, приходит уже, конечно же, с опытом. Главное в данном случае – не бояться экспериментировать и обязательно воспитывать в себе хотя бы элементарный художественный вкус. Это в данном случае очень важно. Вот, собственно, на этом учительском наставлении мне и хотелось бы закончить сегодняшний урок и сообщить, что следующее занятие будет последним в данном цикле. По крайней мере, об этом мне говорит мой производственный план. Однако, не стоит расстраиваться, ибо по своей ценности он вполне может оказаться даже выше всех прочих. По крайней мере, для тех моих зрителей, кто более или менее серьезно занимается VR-приложениями. Речь в нем пойдет про оптимизацию производительности и профилирование графики. В общем, темы для многих, я знаю, весьма актуальны. Так что запаситесь терпением и валидолом. Думаю, опыт будет весьма интересный. Ну а на этом прощаюсь. Как всегда, с вами был доктор Жеребец. Всем удачи и услышимся. Редактор субтитров А.Семкин